Девчонки, привет! В общем, меня Любка разбудила. У меня на голове бардак. Ну, в принципе, лучшего ожидать сегодня. Сегодня третий день. Лучшего ожидать не приходится. И так хорошо. Три дня кудрявая такая проходила. Прически не заботилась. Ну, ничего. Да и плюс к тому, что спала я. Смотрите, как вовремя я накупила теплых вещей, теплых вот этих домашних костюмов. У нас сырость, дождь идет. Ну, в общем, без вот таких шубеек в доме вообще не обойтись. Хотя и отопление везде включено. Читаю я книжку. Читаю, 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 читаю. Господи, сколько я ее читаю. Вот когда книга классная, я могу за один вечер ее проглотить. Но когда нудноватая, чего-то не знаю, не зашла. Не зашла она мне. Хотя так, в принципе, сюжет неплохо завернут. Но то усну, то вообще за нее забываю. В общем, не читаю. И тут Любка мне звонит. Ты говори, ты мой фото. Я говорю, тебе фотку послала. Ты видела? Я же, блин, думаю, что там за фотка. Смотрю, она блинов напекла и под фоткой написано. Заходи на блинчики с чайком. Ну, а блинчики-то знаете, какие она печет? Любка же, она вообще готовит как? Там к ней вообще ходить нужно сутки не есть. Потому что все, что она приготовит, это настолько вкусно, что даже если ты не голодный, несмотря на то, что ты там на какой-то диете или тебе вообще этого нельзя, ты будешь это есть. Потому что это реально вкусно. И, в общем, она издевается. Я говорю, Люба, ну что ты делаешь? Я так после новогодних праздников пузо девки наела. И начинаю джинсы застегивать. Они тык впритык. Что если так дальше будет продолжаться? Ну, хотя, ну ничего, все еще. В М, Эльвун, видите, сама вот эта кофта, она великоватая. Красная вот эта, нижняя нормальная. Вот эта вот она, конечно, заметно больше меня, но ничего. Ой, лучше пусть больше, чем меньше. Потому что, когда все вот так вот стиснуто-притиснуто, мне, например, неудобно. А так, если уж совсем буду замерзать, то можно и свитер тепленький поддеть. Девочки, что я это? Потом же ж после Любки-то поболтали мы с ней. Любка, Любка, ой, я не могу. Ладно, не буду рассказывать, потому что будем ржать, как эти. Лучше, когда приеду, так пусть сама расскажет. Там она опять, ну, человек не может, чтобы не начудить. Ладно. Девочки, я хотела, залезла в комментарии почитать и хотела про детей рассказать. Потому что получила несколько писем женщин, которые у меня спрашивают. Вот ты там то-то, то-то, не боишься там так вот на публику обо всем рассказывать там и уезжать. А ты не боишься, что твой, мол, типа французский муж отберет ребенка, девочки. Я вас хочу немного, наверное, на землю спустить и отключиться от тех телевизионных передач, новостей, которые вы смотрите. Французских детей, ну, как французских детей? Во Франции, да, где-то не французские дети, это дети во Франции. Их никто не оставляет. Нет такого закона, что ребенок после развода обязательно должен остаться с отцом. Нет такого закона. Я ранее писала в комментах, но еще и уточнила, что, может быть, я не в курсе. Ну, я же не адвокат, я не юрист, я по семейному праву, как обыватель знаю. И я специально уточнила. Мне спросили у юриста. Я посмотрела на официальном сайте. Такого закона нет. И если ребенок во Франции остается с папой, это или по его желанию, желанию ребенка, конечно, там, ну, не крошечного, а уже там с 12 или 13, или 12 или 13 лет. Затем, если так решили родители, или же если там мать болеет, и она не может ухаживать, или там мать ведет какой-то неправильный образ жизни, и это доказывается там такими уже неопровергаемыми обстоятельствами и всякими там документами, свидетелями и так далее, чтобы ребенок стал жить с отцом. Просто почему бытует такое мнение? Во-первых, наверное, все, ну, как бы, до сих пор помнят нашумевшую историю нашей актрисы с ее ребенком, с дочкой и так далее. Но это, скорее всего, девочки, исключение из правил, чем правило. И поэтому, когда там мне пишут, ой, ты допрыгаешься, ты там доскачешься. Во-первых, если ты выходишь замуж, проживаешь много лет, во-первых, я не собираюсь ни разводиться, ни делить ребенка, ни имущество, ничего прочего. Во-вторых, если ты выходишь замуж, и у тебя уже такие мысли, вообще не рожайте детей, тогда уже вам и делить никого не будет, не нужно будет. И вас этот вопрос вообще волновать не будет. Если ты хорошая мать, если ты ведешь нормальный образ жизни, если у тебя есть достаток, даже маленький, или его вообще нет, присудят папе платить алименты на ребенка и на тебя, если ребенок решит остаться с тобой. Это нужно еще доказать, чтобы заставить, ну как не заставить, упросить судью, чтобы ребенка оставили не с отцом, ой, то есть не с матерью, а с отцом. Еще мне тоже часто очень спрашивают, есть ли у французских отцов преимущества над женами и иностранками. Девочки, иностранка ты или не иностранка? В таком вопросе прежде всего ты мать. И не важно, ты из Эфиопии приехала, или из России, или из Канады, ты мать, он отец. И если не спорный вопрос, тогда вообще как бы такой проблемы и быть не будет. Ну, как вот вам объяснить, вот если смотреть на нормальную жизнь нормальных людей, они по поводу детей стараются договориться без суда. Во-первых, если вы начнете судиться дольше, это больше денег. И во Франции разводы могут длиться по 5-6 лет, но там не детей делят, а деньги. Обычно такие разводы длятся из-за того, что у кого-то машины, дома, квартиры, заводы, пароходы, и тогда, конечно, бракоразводный процесс затягивается. Обычные, среднестатистические французы стараются даже брать одного адвоката на двоих, чтобы меньше платить, и чтобы это побыстрее, побыстрее все это закончилось. Потому что, во-первых, ну как бы у людей и брак распался, еще и деньги должны, в общем, тратиться на то, чего уже нет. И как бы вопросы про детей, они в основном решают дома или же за круглым столом вместе с юристами, с адвокатами. И вот эти вот все то, что там, ну короче, то, что я читаю в комментариях относительно детей, что там, конечно, да, я понимаю, что там многих мам, матерей, я тоже мать, у меня двое детей, и я тоже там волнуюсь, я тоже переживаю, я стараюсь вообще не смотреть передачи, где там, ну что-то с детьми связано такое, ну, которое вот, знаете, за сердце, за душу берет, потому что я не могу, я начинаю плакать, потом у меня неделю депрессия, плохое настроение, я не могу уснуть, я начинаю переживать, но вот такой я человек. Кто-то опять сейчас может сказать, о, дура, ты не знаешь этих детей, там мало ли что с ними случается, но я такая. И поэтому я стараюсь как бы все вот такие вот передачи вообще отметать и не смотреть. И я понимаю прекрасно, когда такие же матери, не безразличные, как и я, мне пишут, что, Лиля, осторожно там, старайся там то делать, старайся там это делать, старайся там то-то, а если вдруг ты поедешь, а вдруг он там сделает что-то. Во-первых, я вам хочу сказать, если твой французский муж, друг, с которым у тебя ребенок, он тебе не доверяет, или там у него какие-то там планы, или там что-то, ну что-то, короче, плохо, он никогда просто так тебя вот с ребенком не скажет, там, а езжай куда хочешь. Он всегда подстрахуется, он спросит, потому что французы, не потому что там вот он, ну как бы ему этот ребенок, ну дороже всего, на свете, конечно, скорее всего, так оно и есть, потому что французские отцы, они, вернее, как, я хотела сказать, не дороже всего на свете по финансам, а именно по чувствам. Французские отцы, они настолько, ну, за своих детей трепещут, что они соглашаются иногда на такие предложения своих бывших жен ради детей, на которые, как бы, ну, если бы не ребенок, они бы, наверное, вообще никогда не прошли. Я знаю, о чем я говорю. Я живу здесь много лет и наблюдала и семейную жизнь, и разводы, и разводы интернациональных пар, таких, как у меня, и разводы между французами и французами, французами и испанками. И везде результат был один. Если мать нормальная, если мать адекватная, если она прекрасно заботится о своем ребенке, она любит своего ребенка, они продолжают общаться. Ребенок выбирают. Или с матерью там половину времени живет, или с отцом половину времени живет. Иногда бывает даже такое, что, например, мама выходит замуж повторно, переезжает в другой регион. И я знаю лично мужчину, который приехал за своей бывшей женой и ее новым мужем, нашел работу у нас в Ниме, и для того, чтобы ближе быть к своим детям. Но он не отбирал их, и ни по какому суду, ни по какому закону во Франции. Ну, такого нет, что ребенка отберут, у тебя за гроба стоят и так далее. Поэтому, девочки, не раздувайте проблему там, где ее нет. Поменьше смотрите негативные какие-то передачи. Конечно, их тоже нужно смотреть, потому что, когда ты знаешь и ту, и ту сторону, что они думают, что это все позитив, все классно, все замечательно. Но есть, конечно, и темная сторона, конечно, и темные какие-то вот такие вот негативные опыт жены иностранок, тоже нужно об этом знать. Но не зацикливайтесь на этом и не думайте, что если... Ну, это нужно быть вообще полностью тю-тю папаши, чтобы навредить ребенку, тому ребенку, который хочет жить с матерью, и чтобы отбирать его и так далее. Как бы французы, они хорошие, очень хорошие отцы, и они на это очень редко идут, очень редко. Конечно, да, был такой вопрос, что если там будет ли отец согласен, если жена иностранка увезет ребенка в свою страну проживания, но если она решит вернуться. Я знаю два таких примера. Американка уехала с французским ребенком в Америку, ребенок приезжает сюда, отец ездит к ним. И знаю испанку, которая также уехала с французским ребенком. Они пожили в Испании, и потом, короче, получилось так, что ее муж остался жить в Испании, а она вернулась во Францию, и ребенок вернулся жить к папе в Испанию, закончил институт или университет, я не помню, и вернулся во Францию, и опять снова к матери. Как вы видите, и мать, и отец участвовали в жизни ребенка, никто из родителей не разрывал, что нет со мной, а отец нет со мной. Девочки, не стройте проблемы. Я уже сказала, там, где ее нет. Все. Буду я, наверное, книжку почитаю, а то что-то я так как-то, 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 как-то даже не знаю, если бы Любка не разбудила. Вообще, с другой стороны, хорошо, что разбудила, так как днем я сплю очень редко. Это вот, когда на дождь, на вот такую вот погоду, я могу, конечно, и когда я или фильм какой-то скучный смотрю, или книжку скучную читаю, я, конечно, могу задремать и уснуть. Хорошо, что она меня разбудила, иначе бы я ночью не спала. Все. Целую, целую. И, девочки, не думайте никогда о плохом. Всегда все будет хорошо. Только так нужно себя настраивать.